Байкеры стали донорами крови. В центре города пропало электричество. Младшеклассник застрял на колесе обозрения. Меня все любят. Сегодня суд примет решение по поводу опеки. Ладно, иди. Отец снова напился и сбил маму. В этот раз, кажется, дела совсем плохи, так что мне хотелось бы съездить к ним. Можно мне в выходной? Давай. Вдом покапывает из трубы. Мне нужно дождаться сантехника. Отпустите? Блин, я просто чувствую боль вот эту. Я знаю, что это такое. И, как бы, с одной стороны, я понимаю, что, наверное, он брешет. А с другой стороны, про сантехника он, как бы, первый раз говорит... С другой стороны, да или нет. То есть, работать завтра не дают. Блин. Ну, тут же вроде с другим... Ладно, черт с тобой. Так, и завтра его смена. А, да? А, ну да. Кстати, да, мы же вот это вот. Ну и, слава богу, тогда. Так, надо что-нибудь поставить. Блин, будет очень обидно, если какая-то из этих музик тоже на ютубе будет палиться, потому что там тогда вообще жопа будет полная. С этими авторскими правами. Говорю бы на ютуб. Так, чё там? Офицер, отлично. Майкл Фоксман. Джейк Рашинг. Эрик Гримс. Эрик Дмин, кстати, чё-то... Ой, Лука Чович. Чович! И Джошуа Гильяну. О, слушай, это же этот... Просто... Клэнси Браун. Посмотри на это лицо. Это, кстати, тоже кого-то напоминает. Да и это... Дэфо этот. Браун Дэфо. Это тоже кто-то кого-то... Кого? Блин, кто это? Кто это? Кто это? Чё-то так похож? Кого-то так напоминает? Кузенька, привет! Так, а убрать-то будем? Давай Майкла Фоксмана. Вроде такой серьезный. Смену... А, давай. Там чё-то... Чё-то в последнее время народа не ахти. Так, детектива тоже надо взять. Прибавка. Спасибо. Я хочу Клэнси Брауна. Так. Завалил экзамен, я позволил. Ну, отлично. Сдался экзамен. Молодец, красавчик. Так, куда мы едем? Всё-таки на ледовую арену или... В дом престарелых? А чё ты дома? А я не понял. А чё ты два раза дома? Сейчас вот не смешно. А вдруг мы завтра поедем, короче, за ним, а его не будет. Иди сюда, зараза, блин. Ай-яй-яй. Рискнуть, как вы думаете? Давайте, кстати, рискнём. А если чё, ну, получится, отлично. Если не получится, ну, переиграем, начало дня. Все дела. Мне почему-то кажется, что дом престарелых. Ну, либо ледовая арена, но почему-то... Почему-то мне кажется, что вот это вот. Давай, рискнём. Пекарня Джимбатон. 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 У витрины крутится странный мужчина и предстоит к выходящим из пекарни женщинам. Хозяин пекарни считает, что это дентист. Приезжайте, заберите, он отпугивает моих клиентов. Господи. Может, в конце дня переместить кого-то в смену А? Так я перемещала уже. Ну, просто они же не сразу это делают. Начальная школа Фрибурга. Директор школы... Видишь, у меня здесь ещё и смены А двое, поэтому здесь ещё их больше. Они у меня более-менее уже вот это вот. Надо сейчас ещё, да, кого-нибудь перекинуть. Так, директор школы Риана Смит сообщила, что прямо у неё в кабинете сцепились две мамы, которых она вызвала на разговоры о поведении их детей. Сын Миссис Клейн давно дразнит дочь Миссис Мастерс. И однажды девочка не выдержала. Ударила мальчика карандашом по руке и проколола кожу до крови. О, Господи. Такая типичная ситуация. Даже у меня в школе такая была. Даже со мной такая была. И я даже вот то же самое сделала. Я вам так скажу. Я потом чувствовала себя не очень хорошо. Меня, конечно, никто не ругал за это. Но я прям вот когда... Я только это сделала, и я почувствовала себя плохо. В этот момент. Так, это вот это вот. Никогда не делайте ничего сгоряча. Даже если вам очень обидно. В бизнес-центр вошёл мужчина с тремя питбулями. На замечание охраны, что с собаками сюда нельзя, он лишь стал угрожать, что если хоть слово в свой адрес ещё услышит, то спустит псов на поводка. Ну, дебил, короче. Для дебила отправляем дурака. Домогательство. Оказался владельцем новой пекарни и пытался переманить клиентов. Ну, в принципе, он пытался, да. И преступник пойман. Кристофер Сент пойман. Однако. Ну, уничтожит банду. Блин, исторический момент, чат. Ну, с богом надеемся, что сейчас ничего не случится. Вы уничтожили эту банду. Всё-таки, кстати, старушка, смотри, в доме престарелых. Вы получили премию за арест Кристофера Сенда. И чё, и где овации, хлопки, и чё-нибудь. Мы тупо просто только что положили всех Сендов, и тишина вообще. Так, Блэйк Кейдж. Мистер Бойт, я готовлю большую статью для журнала «Правильная жизнь». Тема моего материала — копы садомиты. Я сейчас тебя садомитом сделаю, сволочь. По моим наблюдениям, в 13 городах нашей страны, складывающихся на карте в сатанинскую пентаграмму, погибают гей-пары полицейских. Что? Что ты несёшь? В 13 городах нашей страны, складывающихся на карте в сатанинскую пентаграмму, погибают гей-пары полицейских. Таким образом, дьявол говорит им, что даже он не может их принять. Согласно моей теории, следующее происшествие должно случиться здесь, во Фриборге. Проблема в том, что мне нужно посетить ещё 6 городов, так что у меня нет времени ждать слишком долго. Я задержусь в городе лишь на пару дней. Надеюсь, вы бы могли как-нибудь ускорить процесс. Я щедро заплачу, не беспокойтесь, если копы на самом деле не окажут с гей-парой. Как любит говорить мой редактор, мёртвые не оспаривают клевету. Стоит оказалась серьёзнее. Ну, идите, давайте. Так, а у нас вообще, кстати, ни одного... Блин, а где этот козлина? Он предлагает нам убивать своих копов. А я вот, честно говоря, так и не поняла до конца, что он предлагает. Послать как бы своих, ну, не гей-пару, да, чтобы как бы подстроить, да, чтобы поймать гада. Или что-нибудь такое. Ну, короче, что-то я не до конца поняла, как это работает у него там. Так. Аноним сообщил, что донтист ворвался в женскую клинику и убивает пациенток. Я охотно верю. Билл Баклер сообщил, что к нему на ферму проник какой-то полоумности саком и начал кромсать коров у других. Опять Билл Баклер? Господи, бедные коровы, то инопланетяне, то какой-то псих. Что происходит? Тут дает резонный вопрос, как выглядит дьявольская пентаграмма, ибо нет такого понятия дьявольской пентаграммы. Так, больница. А, ну, подожди, кто было? Господин Бойт, я хочу снять видео на фоне главного символа города. Корн монумент. Это общественное место, поэтому прошу отправить сюда частных копов. Частных, господи, четырех копов. Они любопытных детей отгонят, и мужиков приструнят, и ханджам объяснят, что все по закону. Одно условие, копы не могут трогать мою актрису, она не какая-нибудь шлюха. Я надеюсь, они меня не кинут после этого. Элла, мисс, переподписочка тебя с 14 месяцем. Слушай, хоррор, это два раза по семь. По-моему, это прекрасно. Спасибо тебе. И, в общем-то, с возвращением к нам. И, в общем-то, приятного аппетита, черт возьми. Увидев полицию, нарушитель поднял руки вверх, но оружие не выбрасывает. Успокойтесь, коров, сказать, что все будет хорошо. Девчонки, кстати, только отправились на это задание. Я только сейчас обратила внимание. Все спокойно. Историю придумали активисты ProLife и вызвали полицию в рамках своей акции по привлечению внимания к проблеме абортов, которые проводят в клинике. Господи, дебилы. Так. С телефонной будки позвонил мужчина и сообщил, что ему угрожает снайпер. Я не могу выйти, он сразу же стреляет в асфальт, когда я пытаюсь открыть дверь. Я не знаю, что ему нужно. Когда я зашел в телефонные книги, была приклеена записка. Не двигайся. Мне кажется, это дети балуются. Какие-нибудь полоумные. Ну, мало ли. Всякое бывает. Может, у меня адекватные дети какие-нибудь. Так. Бо, спасибо, мы насмотрелись на такое, чего по кабельному не увидишь. Они счастливы. Ну, хорошо, ладно. Так, подожди минуточку. Банд у меня нет, расследование трудно. Какая-то такое было, а? Серийный убийца только у нас не ходит. Нападение с применением огнестрельного оружия. Мужчина в костюме скорчился на полу в будке. В асфальте возле будки видны дырки от выстрелов. Рядом нет никого. Деваки столпились на другой стороне улицы и следят за развитием событий. Сказать громко, говорите ли. Мистер снайпер, вы окружены, сдавайтесь. Снайпер начинает обстреливать будку. Один из зевак заметил, что выстрелы идут из окна восьмого этажа. Перетащить мужчину... Ну, подожди. Расстрелять указанное свидетелем окно? Ага. А вдруг там обычные люди? Бежать к зданию, откуда идут выстрелы. Перетащить мужчину в машину? О! Плохое решение было, кстати. Надо было... Я думала они как-то его под прикрытием. Как-то вот это вот... Чувачки, простите. А я думала между вот этим вариантом и последним. Ну, то есть там... Типа, побежать наверх? Ну, ладно. Ну, бывает. Ну, бывает. Так, Кевин Строуд. На конкурсе двойников Элвиса Пресли пришла хорошо известная. А потом их объявит гей-парой. Лол. Кстати, да. Пришла хорошо известная местным жителям Линди Брянт, которая решила по-своему оценить конкурсантов. Как заявил владелец бара, эта неадекватная фанатка Элвиса орала на некоторых участников, заявляя, что те и близко не похожи на короля. А увидев одного мужчину, стала кричать, «Я так и знала, что ты не умер! Забери меня отсюда! Мы будем жить счастливо вместе!» Охранник попытался отшвырнуть женщину на улицу, но та выхватила из сумочки нож и всадила мужчине в горло. Затем мисс Брянт отвела понравившегося участника конкурса в подсобное помещение. Нормально так! Ой, перебор. Блин, двоих жалко. Они клевенькие были. Ну ладно, в честь заметить, у нас не так часто люди погибали. Ну так, чтобы с концами я имею в виду. Реально Элвис, ты ли это? Вокруг двери столпилась куча двойников Элвиса. Молча пройти через толпу. Немедленно разойдитесь. Полиция, дайте пройти. Ударить дубинку несколько человек, чтобы остальные разбежались. Полиция... Нет, стоп, она услышит, она же в подсобке. Молча пройти через толпу. Внутри до смерти напуганный мужчина пародирует Элвиса для женщины с ножом. Элвис, выметайся отсюда. Выстрелит женщину в шокер. Шокер всегда рулит. Подозрительный индивидуум. Справительное учреждение Diamond Dogs. Сейчас такой запах, знаете, пошел. Знаете, вот когда сыра на улице, например, а ты еще до кучи выходишь из ванны, а оттуда горячий пар, и вот в итоге сырость, которая в квартире из-за открытого окна, например, из-за того, что дожди были, она смешивается с сыростью вот этой теплой из ванны и вот этот вот запах, знаете, вот такой теплой сырости. Вот что-то пошел. Странно. Или когда, знаете, дождь на улице, а ты готовишь, и у тебя запотевают изнутри окна, и опять же вот ты там варишь какие-нибудь макарошки или еще что-нибудь. Вот такое вот... Не очень люблю, когда такое происходит. Слишком мокро в воздухе для меня. Жабры мои не поддаются этому. Просто никак не выживают. Под воротами тюрьмы бродит старик лохмотьев и кричит. Я дантист! Я убил всех, я хотел женщины! Арестуйте меня, я хочу признаться! Да небось это бомж, который просто хочет в тепле отоспаться. Ну давайте ради интереса отправим одного. А, ну да. Ну тогда не будем никого. Он просто хочет выспаться. Что-то Севен любит шокер. Ну это ж он работает! Че бы его не любить-то? Хочу заметить, что сейчас будет 77-й день! 77-й день должен чем-то порадовать нас. Заставкой, например, после того, как мы с Энда... завернули. Ну и донтистом, наверное, кстати говоря. Давай быстрее, господи. Ну вот я, как я и сказала. Блин, ну... В обезьянник бы хоть его отвезли бы. За нарушение покоя отогрелся бы. А еще на скучу бабла, кстати, да. Но ненадолго, мне почему-то кажется. Эх! Ребята, спасибо вам. Янти, давай на завтра. Завтра, мне кажется, у нас тяжелый день будет. Что-то мне подсказывает. Так, смотри. В смене А у нас... До хрена народа. Ну, это сейчас откинется, конечно. В прямом смысле. Много детек... Не, все, сменя замечательно. Все, давай. 77-й день, 29 сентября. За городом пройдет авиашоу. Мэрия обещает разобраться с водным кризисом. Магазин игрушек Wooden Horse пожертвовал детскому дому грузовик игрушек. Ой. Полицейский участок вопрос. Чего? Чуть-то вдруг. Ну, окей. А форматора-то нет. Ну, что до этого показывали без информатора, а тут вдруг перестали? Силк, выносил мусор вчера вечером, случайно убедил в какой-то куст. Да, ладно, иди. Сегодня бесплатно в год. Вы что, вместе с этим, что ли, хотите сходить? Нет. А где мои заставки? Мы с Энда только что завернули. Может, это ложное заворачивание было? Там мафия была. А, там мафия была. А, ну, то да ладно. А вот и наш друг, смотри. Благодаря за помощь, мистер Боэд. 400 баксов. Козлина. Блин, небось, это он и был снайпером. Или что-нибудь такое? Я что-то, честно говоря, просто запуталась. Он как раз двоих убил. Паскуда. Так, 45-летняя уже, смотри. Мария Камила Солис. Уборщица в мэрии. Была жестоко убита у себя в квартире. Так, деймпорт давай. Страшно. 665. Почти 666. Ужас. Страшно. Джексон, давай, и сват. Старшая школа Фриборга. Школьники утверждают, что на урок биологии заявился дантист и стал разделывать живых лягушек при помощи дрели. Так, университет Фриборга. Позвонил преподаватель университета и сообщил, что студент первого курса вышел к доске во время лекции, снял штаны и спорожнился прямо перед всей аудиторией. Кажется, это был некий обряд посвящения. Такой прыщавый молодец. Нет, этот нравится. У него опыты, конечно, блин, что делать. Давай Эрика возьмем, ладно. Смену А. А, может, двоих можем взять точно. Блин, что-то он клевый, конечно, прикольный на вид, но 60 опыта. Блин, я не знаю. Джейка лучше. Он вроде не старенький, хотя что-то седина там проклевывается. Садимся, ночевич. Бери, не бери, бери, не бери. Давайте Джейка возьмем, посмотрим, что он из себя представляет. Джек, все хорошее, когда-нибудь, кончается. В Фриборге становится холодновато, да и моя работа закончена. У тебя совсем мало времени, чтобы разыскать меня. Обещаю поцеловать тебя в лысину при встрече. Шеф, давай наконец-то поймаем дантиста. Ой, ты же срай. Так, Джек, а ежедонайденная улика от дантиста указывает на верный кадр с места убийства. Помни об этом, когда будешь выбирать нужный кадр от каждого. Так, сейчас главное не промахнуться. Выбрать. Ну, типа да. А можно как-то... А как выбрать-то? Вот так. А тут полицейская, соответственно, вот эта. А здесь металл. А здесь, ну, перчатки. Я так понимаю. Там одна попытка, я догадываюсь. Так, очень внимательно. Все хорошо, когда-нибудь кончается. В Фрибурге становится холодновато, да и работа моя окончена. У тебя совсем мало времени, чтобы разыскать меня. Так, что это такое? Какие-то щиты, головы оторванные. Римляне? Ну, как будто бы римляне. Гаргона убили. А я вообще вот здесь не понимаю, что нарисовано, если честно. Ну, вот если ты предположишь, что это гаргона, как-то оно... А, ну... Может, это зеркало? Ха-ха. Голова медузы. Ну, вот здесь... Блин, ну, тут, конечно, с такой прической хрен поймешь. Ну, предположим, ладно. Вон, с щитом. Может быть, щит как бы... Ну, как бы... Как будто бы, знаете, вот это отражение. Может быть, щит либо... Металлический. Типа отражение... Ну, короче, вы поняли, что я хочу сказать, да? Так, сейчас, подожди. Это что это? А, это эти школьники. Так, давай смотреть. Кондитерская фабрика, спортивная обувь, магазин Фурфур, парикмахерская Гаргон, стрип-клуб Твистер, дом престарелых или мост. Гаргон. Давайте, Бизли и Ангорта. Закрытые глаза выбирай. Думаете? Баби с завязанными глазами. А, кстати, да. Стрип-клуб, мост, магазин, кондитерсы. Так, подожди. Мост, дом престарелых, кондитерская фабрика, Гаргон же, ну что вы мне... О, господи, ребята, ну что вы меня... Ну что вы меня пугаете-то, ну? Гаргона, наверное. Ну а что, больше остальное как-то все не очень подходит. Наверное. Ну и надеюсь. Ну а остальное что, кондитерская фабрика какая-то? Что-то я сомневаюсь как-то. Так, школьники хотели сорвать контроль, но выдумали всю историю дебилы. Стол, давай, преступник пойман, офицер не вредим. Фурфур, блин. Дом престарелых, фабрика. Ну как он, ну, блин, Гаргон и вот это вот, да? Это вот что у меня? А что вы там... Ой, что вы меня путаете? Выбрала уже все, нет, они что-то там орут, пугают меня. Страшно что-то. Да. Что там хоть нарисуй мне? У тебя уже есть все, что нужно, Джек? Смотри внимательно. А баба с завязанным... Вот тут, вот тут, вот тут. Ох, чего у меня это самое? Вот, выбираем. Когда ты выберешь все пять кадров, переходи на экран с последовательностью. Там ты сможешь выстроить цепочку событий, определить метод, которым дантист совершает убийство и вычислить его лично. Я тебе так слышала. Да. О, боже. Так. Включили мозги? Просто все, что есть в голове, все вот это сейчас включили. На дверях и окнах нет следов взлома. Жертва либо знала маньяка, поэтому впустила его в дом, либо он прикидывался кем-то безобидным. На месте убийства не обнаружено никаких вещественных улик. Вдруг это мэр? А? Дантист этот сраный. Сначала женщину оглушили тяжелым ударом в лицо. Ну, собственно, вот. Вот он пришел. Оглушили. Та-та-та, смертный наступил в результате удушения. Просверлил. Ну, хотя нет, наверное, вот это вот. Так, для рассверния ротовой полости маньяк применял... Ну, скорее всего, оглушил, привязал, просверлил, а потом удушил. Хотя, кстати, здесь нет крови, смотри. Там не перчатки. Ошибка в кадрах? Да ладно. С перчатками все-таки ошибка? Да ладно. А почему? Там все-таки веревка, да, была? Просто меня смутило то, что... Как бы улика перчатки, но при этом, наверное, там была веревка, потому что, ну, как-то слишком... Я смотрела на эту веревку, а потом думаю, а почему тогда перчатки? А как-то можно вернуться назад? Наверное, нельзя, да? А, уже нельзя. Тонкая, потому что... Ну, да, да, наверное. Переиграть. Блин, причем я смотрела на эту веревку, я еще смотрю, думаю, блин, перчатки в уликах и перчатки на кадре. Думаю, это слишком как-то, ну, странно, слишком как-то очевидно, как будто бы, да? Ну, так я думаю, ну, а что еще? Ну, давайте, да, переиграем, потому что веревку, в принципе, мы о ней думали. Я о ней думала, не знаю, насчет чата. Тем более, середина дня. Давай, сейчас, берите это самое. И вы это сказали, когда мы давно закончили с тем кадром. Вот, кстати, да, чат, ты что-то это самое. А если, кстати, будет одна хотя бы ошибка, мы можем продолжить как-то? А давай просто попробуем. Мне просто интересно. Вдруг у нас есть еще шанс сделать? Просто интересно. А, нет, смотри, короче, да, если неправильный кадр, ну, короче, все, хана. Не, ну, а в одном кадре, ладно, давай. В конце задушек. Да сейчас, ладно, переиграем. Вообще, да, кстати, обедненько получилось. А так, ну, в принципе, мы неплохо шли. Про веревку я думала, но что-то, думаю, смотрю, перчатки. Страшно было выбирать веревку. Нормально. Сейчас все будет. Сейчас все идем. 77-й день, и мы ловим этого. Вот это вот так был бы спойлер. Ну да. Так, Робинс не пришел, скотина. Ну ладно. Стрессовый день. Можно и выпить. Они вдвоем бухали, короче, Империал и Ангорта. Так, давай. Отправляем наших двоих. Скотина. Держи труда. Смена А. Смена А. Биржа труда. Уф. Давай, кстати, пока что поставим. А, ну, сейчас же нельзя. Ну-ка, что там? А что тонкое? Где вот это было написано, то, что тонкое? Просто, видите, я смотрю и сюда, вроде как бы перчатки есть, да, зачем тебе перчатки, если ты душишь сраной веревкой? Но при этом как-то слишком, ну, слишком очевидно, то, что здесь перчатки, тут перчатки. Ну, как-то слишком просто. Вот что меня смучило. Перчатки тонкие. И да, меня смучило, то, что они разного цвета. Ну, думаю, ну, мало ли, всякое же бывает. Ну, хрен его знает, потому что кадры иногда хрен их просышь. Вдруг здесь просто так нарисовано. Помните, на цвет-то я же обращала внимание, но думаю, ну, окей, ну, вдруг, ну, мало ли. А так, конечно. А почему не ремень? Где-то про веревку говорилось? Я вот не помню. На первой жертве, вот, которую мы видели в самом начале, там не было веревки? Они, в принципе, разные. Так я понимаю, но я подумала, вдруг это просто, знаешь, издержки рисовки. Хотя здесь такого нет, на самом деле. Тут подсказка лошадь. А, ну, может быть, кстати. Ну, просто ремень, ну, как-то. Ну, да. Ну, короче, вот с этим вот, с четвертой открыткой меня смутило то, что, во-первых, совпадение, то, что здесь перчатки, тут перчатки. Ну, как-то вроде как бы хочется, да? А вроде как-то слишком очевидно. И опять же, вот то, что они разные на вид, но только я думаю, ну, охренеть. Охрена тогда перчатки, если ты душишь чем-то вот этим. Вот это меня смутило, запутало немного меня в самом начале еще, когда мы только здесь были первый раз. Ну, ладно. Так, это эти придурки. Лошадь была подсказка, где искать, а не на веревку. Ну, да, но, блин, ну, как-то до веревки-то тоже надо дойти умом, правда? Почему именно веревка, а не ремень, например? Позвонил преподаватель университета и сообщил, что студент первого курса вышел к доске во время лекции, снял штаны, бла-бла-бла, иди. Найдены кадры. Да-да-да. Давай поймаем дантиста, давай. Так, а давай мы сперва выберем прихмахерская горгона, давай. Почему веревка, а не ремень? Где-то ты упоминалась, и мы забыли просто дружно, или что? Ну, как бы, маньяки им всегда подходят, конечно, веревки. Но, блин. Так, давай. Нужно выбрать. Выбираем раз. Потом полицейская штучка, два. С самого начала ты веревку предполагала за лошадки. А, да? Я уже не помню просто этого, если честно. Так, вот это вот. Вот что все-таки здесь? Сраный ремень, или все-таки сраная веревка? Может, это медицинский жгут? Хм. Хм. Ну, может... Ну, не, не похоже, если честно. А хотя на веревку тоже это не особо-то и похоже. Короче, давайте, давайте веревку, там разберемся. Ну, это жгут, что это? Потому что перчатки жгут. Вдруг это медик реально какой-то дебильный. Так, и горгона давай. Какой-то чепчик сраный. А вот это вообще непонятно, что это. А, здесь этот самый. Хм. Слушай. Ну, не. Это ж горгона. Так. Ну, давай. Так, что тут было? Для расцвеливания ртовой полости маньяк применил электрическую дрель. На это указывает характер брызг крови на кровати. Так, на входной... На ксике входной двери тоже обнаружили несколько капель крови. Они появились там, где маньяк оглушил жертвую женщину сильным ударом в лицо. Мужчина, белый, 50 лет, импотент. Точно, мэр! Он зачарован женским телом, поэтому он раздевается как жертв. В то же время он ненавидит женское тело, потому что не может им обладать. Его фиксация на области рта указывает на то, что он был оскорблен некой женщиной на почве импотенции. Теперь он лишает женщин голоса, душит их, а потом разрушает место, где рождаются звуки. Господи, боже мой. Ну, привязал. Потом вот просверлил и задушил. Все еще нет. Доедите. Да в смысле нет. А, ну все-таки вот так. Сверлют в конце. Ну, там просто было написано, что умерла от удушения. Вот что меня смутило, понимаешь? Так, официальное трудоустройство отсутствует. Джордан Доусон. Доусон? Привода в полицию отсутствует. Живет в парке трейлеров. Джек, нам удалось выяснить личность дантиста, но мы не можем арестовать его прямо сейчас. Сам знаешь, наше расследование неофициальное, а все эти улики могут и не принять в суде, поэтому нам нужно взять дантиста на горячем. Я отправлю самых надежных парней следить за его трейлером 24 часа в сутки. Когда этот ублюдок сделает очередной свой ход, они будут неподалеку, чтобы заглушить его дрель раз и навсегда. В самом начале расследование говорило, что он сначала убивает, потом сверлит. Ну да, я припоминаю это, но просто именно вот здесь было сказано то, что умерла от удушья. Либо я неправильно прочитала. Можно еще раз почитать? Нет? Нет, нельзя. И меня вот это вот смутило. А так, конечно, да. То, что он в конце потом рассверливал. Все, что просто иначе какие бы там вопли стояли, все бы на них сбежались. Он так умерла от удушья, а потом сверлили. А, ну да. Логите. Короче, я все. Я все, короче. Я просто перенервничала что-то с этим дантистом, видимо, у меня уже мозг выключился. Ну ладно, затупили, затупили. Спать не подсчет. Пойдем, я чувствую, схватим его. Ну что вы хотите? Полторы недели отдыха. Мозг вообще не пашет. Я еще и перенервничаю. Льву, ну Ангорта убили. Все страшно. Чатик, если бы не ты, мы бы его не поймали. Не, не, поймали, конечно. Переиграли бы, да поймали. Арирую. Что-то я тоже. Ладно. Минутка позора. Зато чату весело. Нормально. Пиццерия. Папа Карл. Ричард Лестер, менеджер пиццерии. Папа Карл сообщил, что неадекватный пожилой мужчина поругался с сотрудником заведения. За слишком... Просто видишь мозг, как работает. Он раз, как бы задушили в конце, то есть умерла и задушили, значит, как бы кадр последний. А то, что ее там сверлили, потом мозг этого уже... Ну, вы поняли, да? Логику несчастного рассудка. Усталого. Та-та-та. Достал живой пистолет и выстрелил сотруднику в живот. Когда люди в панике стали ломиться к выходу, он еще несколько раз выстрелил в воздух и приказал всем закончить трапезу. Господи, больно, что ли? Ну, больной, очевидно. Так, пися давай, гатье. Берды будем качать. Перчи давай. Я до сих пор от своей смерти отойти не могу. Да мы все, мне кажется, до конца игры будем вспоминать это. Ой. Ой. Так, верно, магазин. Че тут? Ух ты, господи, это есть кто такая? Ариэль Койер. Господин Бойда, хочу попросить у вас небольшие услуги, которые могут вас сильно озолотить. Просто пришлите ко мне в магазин двух полицейских, которые сделают вид, что пытаются остановить ограбление. Я подчеркиваю, грабители должны уехать с места преступления в целости и сохранности вместе с Кушем. Окей. С улицы видно, что подозреваемый сидит за столиком в углу и спокойно ест свою пиццу, рядом с которой лежит пистолет. В зале, помимо преступника, еще около десяти человек. Позвоните в полицию. А как они там до сих пор сидят-то? Позвоните в пиццу. Ну, хотя, может, он сказал не выходить никому. Позвоните в пиццерию и попросите к телефону мужчину с пистолетом. И он пошел, да? Отлично. Дебил. Ой. Ну, кстати, неплохо день проходит. Блин, как-то Сэндов законсервировали, Дентисты поймали. Ну, почти. А что дальше-то? Шенн Волдроп. Должна же какая-то жопа случиться после этого? Какой-нибудь неожиданный поворот. Строила в своем доме прием для богатых друзей, на который пришло около 30 человек. Ближе к концу, когда слуги начали мыть посуду, они заметили, что не хватает около 10 серебряных столовых приборов. Дом еще никто не покинул, так что вор все еще здесь. Так, ну давай, Бёрд. Перси. Фоксман. Ну и хватит. Пригород. Позвонила пенсионерка Марта Мьер и пожаловалась на своего соседа Роберта Моралеза. Я давно не встречала его жену, а вчера ночью заметила, как он закапывает что-то у себя на заднем дворе. Сегодня я спросила, где его жена, он промямлил что-то про командировку. Боюсь, он что-то с ней сделал. Я слышала, они часто ругались. Мама. Давай суровых мужуков. Калл Хоун. Пять, пять, пять просто. Два, три, ноль, пять. Босс, мы чувствуем себя бесполезными клоунами на глазах у кучи очевидцев. Впредь свои грязные дела решай сам. Это не мои грязные дела. Зато 25 тысяч, дебилы. Пять минут позора ради 25 тысяч. Причем даже не моего позора. Ай. Ресторан Лайс Драгон. Несколько мужчин в камуфляжной форме зашли. Мэр, главная жопа, я чувствую, будет, потому что нам нужно еще с ним решить вопросы. Несколько мужчин в камуфляжной форме зашли в ресторан с большой спортивной сумкой. Они сделали заказ, поели, достали из сумки оружие и открыли огонь во все стороны. Потрясающе. Нам нужно стукать. Да кто сказал, что он мне не нужен? Почему? Я с ним, без него, точнее, прекрасно живу всю игру. У нас была одна крыса, мы с ней очень быстро разобрались. Все, и то, это даже не потому, что мы там плохо себя как-то вели, а то, что по сюжету фактически. Гости заканчивают есть десерт и беседуют о политике. Выбрать самого подозрительного мужчину и сбить его. Попросить тех гостей, у которых есть сумочки, пройти в отдельную комнату. Никто не уйдет домой, пока мы не найдем вора. Один мужчина в возмущенной ситуации вскакивает и кричит, что он достопочтенный и господин и не намерен участвовать в подобном цирке. Остановите ударом дубинки. Обыскать. Воспользовавшись паникой, один из гостей встал и тихонько стал отходить от черного выхода. Мужчина, что вы с собой уносите там? О, боже. А-а-а-а-а-а-а-а-а-а. Миссис Морелис действительно в командировке, а то ночь у Роберто закапывал саженцы роз. А-а-а. Он хотел с ней помириться. А-а-а. А-а-а-а. Как это мило. Он закапывал любовницу на квартирный дом. Марцена Павлак сообщила, что слышала шум и крики из соседней квартиры. Она смогла разобрать слова мужчины. Я сейчас найду, чем рот все заткнуть, шлюха. Мисс Павлак добавила, что в той квартире живет парень, у которого постоянно какие-то проблемы с законом. И она неоднократно видела его с оружием в руках. Так, подождем. Быстрее, давай. О боже, кто-то по-моему не вернулся. Не, нормально, оказалось. А, мафию нельзя продать-то теперь точно, мы же убрали мафию. Все, не видать нам денег. Черт! Как так-то, ну? Денюжки! Ну ладно, нам 120 тысяч. Осталось накопить. Что теперь, на зарплату жить? Да вообще безобразие! Как так-то, ну? Так, внутри квартиры заплаканная голая девушка лежит на диване, а рядом стоит парень с пистолетом. Он отселится в полицию. Брасить рожье, скотина! Это ладно. Ну все. Там, я не знаю, вроде какое-то еще дело было, но что-то как-то... Ладно. Может, оно как-то само закончилось там? Ой, черт! Черт, я случайно. Ну ладно, жестоко убитая Мария Камила. Солис была сотрудником мэрии. Жертва дониста становится все старше. 45-летняя, бла-бла-бла. Сейчас будем ловить козла. Перебрался, поймал. Черт, с тобой ладно. Вы что, бухали-то от радости, что донтиста поймали, что ли? Нет. Они точно бухали и радовались. Нет, ну пердя, ну ты что? Так, кто-то у нас должен получить лычку. Я даже знаю, кто это будет. Давно, давно пора, на самом деле. Все что-то забухали. Рано радуйтесь. Валканавта, блин. Сколько у нас получится? Ой, у нас мало народу. Не, ну маловато. Слушай, а что-то, блин, мы завернули сэндов. Мы сейчас должны поймать донтиста. И ничего не происходит. Ни одной заставки. Почему? Морчит что-то про то, что надо спать. Да сейчас дайте хоть сэнды. Ой, сэнды, господи. Хоть кого-то. Донтиста хочу доловить, чтобы закончить. Мне кажется, сейчас будет переломный момент. А что, ничего не происходит? Сейчас меня завернутые чувства. Я уже начала бояться. Публичные... Так, опять что-то делают. Виола Корли обратилась в полицию из-за молодой девушки, которая загорает на городском пляже полностью голая. Я пришла сюда вместе с внуками. А здесь, раздвинув ноги, лежит это бесстыжие. Это та же самая, что ли, бабонька? Асана, давай. Так, владельца галереи пожаловалась на ремонтника, которая ремонтировала для нее экспозицию. Я сделала ему замечание. Он посмотрел на меня, как настоящий сильный убийца. Боюсь, это донтист, и он меня сейчас убьет. А Бёрд, а Бёрд подождет. Не, ну Бёрд клевый, конечно. Что-то какой-то очень странный тихий день. Пока что. Терзают меня смутные сомнения. Больница Сент-Джона. В больницу пришел здоровый мужчина, чтобы проведать Кристофера Роутса. Но его не пропустили, так как часы для посещения закончились. Мужчина начал скандалить и ударил медсестру. Ну, сейчас мы ударим его. На стокового боксера Джерома Феннигана прямо в офисе напал недовольный клиент. Джерому удалось вырваться и забереться в туалет. И на папу же пытается выломать дверь. Ну, давай. Глист. Посмотрим, как они справятся. Так, больница Сент-Джона. В больницу пришел мужчина с рваной раной кисти. Он утверждает, что повредил руку дрелью, когда что-то сверлило дома. Но я ему не верю. В профильный вылет и дантист. Группа защитников природы собралась у магазина мехов и начала бросать камни в витрину. Что так... Где мой дантист-то? Алло. Марк, спокойно. Прозреваемый арестован. Он все время сопротивляется. Требует пустить его проведать пациента. Это мой брат. Он может не дожить до конца недели. Дайте мне его просто увидеть. Пусть есть брата, а потом арестовать. Что-то как-то очень тихо. Из-за магазина выбегают покупатели. Сотрудники охранника пытаются вразуметь митингующих. Один из... Хорошо, что митингов, кстати, не было давно. Но мне, честно, чуется это ненадолго. В третий... После какого-нибудь перелованного момента наверняка будет митинг. Один из активистов бросает коктейль молотова в разбитую витрину. Огонь мгновенно охватывает выставленные там шубы. Подарок, сестры. Никому не двигаться ли я из вас... С вашей шкурой... Вызвать пожарных, наброситься на активистов с дубинками. Бабоньки шубы горят. Футбольный стадион Moonlight. Поп-звезда Алана Морес не может попасть на концертную площадку. Ее автобус окружили возбужденные поклонники. Менеджер певицы опасается, что фанаты разорвут ее на кусочки. Приезжайте, наведите порядок. Его же вроде ФБР ловить собирались, нет? Ну, блин. Ну, как-то мне-то тоже, наверное, надо в этом поучаствовать, не? Или они просто ФБРовцам там скинули и типа все. Хоть бы заставку там. Спасибо, Джек. Что убил Сэндов там поймал, арестовал. Что поймал дантиста. What the fuck вообще? Где реакция на мои героические действия? А? Что за беспредел? На барбекюшницу, что ли, отправить кого-нибудь? Что у нас здесь все убиты какие-то? Ну, это они на следующей смене вроде как отправятся, да? Обойдутся. Так, поймали маньяка или нет? Ну, вроде как бы да. Но как-то нам не дали этого сделать вручную. То есть, как бы сказали, что ты молодец, ты все сделал. Все. Хз вообще. Будет продолжение или нет? Как-то очень оборвалось резко все. Где заставки там? Спасибо, Джек, реально. Спасибо, что помог. Ты такой умница. Ты только из кома уже столько сделал. И мафию положил на лопатки. Где вообще хоть что-нибудь? Жопа какая-то будет ступраться. И мне тоже так кажется. Сейчас тут заставка будет. Меня опять по голове огреют. И я опять в кому впаду, короче. Что-нибудь такое? Дайте заставку. Алло, день 79. Наркомания в городе выросла на 38%. Казино Рубинович. Мы не впускаем сумасшедших. Футбольный стадион Мунлайт примет концерт в честь дня города. Мэрия меня любит. В полицейском участке, ну, предположительно, тоже. Затиши перед бурей. Вот да. Скотина, ты вчера бухал. Я тебе сказала прийти сегодня. И у тебя похмелье, ты не пришел? Ангор, ты второй день подряд? Флэшбэки с прошлой жизни, что ли? Как тебя дантист убил? Ты теперь бухаешь? Где хоть что-нибудь? Где заставки? Где что вообще? Блин, ну тут у этой игры проблемы вот с этим. Вот очень серьезные проблемы. Так, Эммон Глэм. Мы будем помнить тебя. И тебя тоже. У меня 20 тысяч этих самых детективов, они ничего не делают. Сэнды, кстати, закончились. Блин, кого же мне этот чувак напоминает, а? Я каждый раз смотрю на него, у меня что-то вспыхивает на секунду, я тут же забываю. С женой у нас что, кстати? Вообще без понятия, линия жены закончилась. Мы побухтели на старушку после... Помните, она сказала, приезжая там в три ночи туда-то, после чего нас огрели по затылку. Он ей там поугрожал. Все, про жену теперь несло ничего. Когда это продолжится? Где оно? Чего происходит, блин? Где заставки? Дайте уже. Сколько можно ждать? Угу. Так, мужчины нашли общего языка и с супругами с Линн получил дрель в живот. Дерек Линн сумел увернуться домой и запереть дверь, но сосед сейчас ломится к ним в квартиру и стошно орет. Были слухи, что это ненормально, несколько лет провел в психушке, боюсь, что так и есть. Вообще-то не тем нужно было голосом это читать. Спуганная провопила. Так, ну хорошо, ладно. Я вон дурак, колхон и... Что-то многовато жирненьких, давайте мелких отправим. Все будет, просто дни затягивают. Я вот о том и говорю, что, блин, когда уже, сколько, зачем вот это вот делать? Это динамику сбивает, блин. Ты только что поймал сэндов, поймал дантиста. И ты сидишь третий день, ничего не происходит. Ни спасибо, ни пожалуйста, ничего. Ну, хрен с ним, да, то, что дантиста решили взять с поличным, это понятно. Ну, хоть бы как-то заставку бы сделали, то, что... Мы позвонили там своему другу, ФБРовцу, сказали так... Ну, хоть что-нибудь бы сделали, хоть какая-то реакция мира была бы на это. Опять же, с сэндами вообще ничего не было, уже третий день идет. Хотя, казалось бы, блин, гребаные сэнды. Там поаплодировать то, что... Боже мой, шеф, вы поймали сэндов. Ну, блин, ну, серьезно. Женщина заметила школьников, которые забегают в телефонные будки и отрывают трубки у телефонов. Мне кажется, они соревнуются, кто больше соберет. Оторванные трубки они складывают в портфель и со всех ног бегут дальше. Так, давай, ладно. С мафией ничего не будет связано. Никакой заставки? Серьезно? Блин, с сэндами полигры было связано. То, что мы сперва не хотели им помогать, потом пришлось подстраиваться, чтобы вот это вот... И тут, блин, мы их ловим, и нам ничего, никакой заставки не дают? Серьезно? Тут и ладно. Пипец, конечно. Слили, вот слили, вот иного слова не подберешь. Вот воистину. Слив игры просто главный. Семья пришла на пляж и заметила... Сколько мы с этим старичком, Кристофером, да, или как там его сэндом вещали? Он там по телефону говорил, что ничего-ничего, ты будешь на меня работать. Почему я теперь не могу к нему прийти? Чего ты там говорил-то, старый, а? Знаешь, вот где, блин, это где? Дайте мне понаслаждаться. Победы, где мой звездный час? Не знаю, но возможно, что в теории ты не должна была их ловить и продавалась им. Может быть так? Ну, блин, ну идите, если вы даете выбор, сделайте хоть заставку двухсекундную-то, а? Семья пришла на пляж и заметила, что возле воды собралось несколько серферов, которые агрессивно спорят друг с другом. Приезжайте, они сейчас подерутся на эти. Автозак уж не будем отправлять. Хоть бы вспомнили. Ну, хоть, да, хоть какая-то реакция была бы. Хоть что-нибудь. Детективных заданий, кстати, заметили? Уже нет ни одного. Это так странно. Даже страшно, я бы сказала. Ну, вот этого пацана, которого со сватом умудрились упустить, не прощу вообще никогда. Так, многочисленные очевидцы сообщают, что в центре города столкнулись два больших черных джипа. Оттуда выскочили вооруженные люди и стали стрелять друг в друга. Гениально. Так, давай Готье. Персин. Ну, у него уже 170, между прочим. Смотри, растет прям не по дням, а по часам. Полиция с трудом передвигается по глубокому песку. Серферы уже молотят друг друга досками. Интересно, как вы все это представляете себе? Досками молотить. Попробуй гладильную доску хотя бы поднять. Она явно не легче. Как? Стащите себе ботинки и бросите их в нарушители. Попытаться схватить. Чуваки, не ломайте доски. Серферы намазаны каким-то маслом. Они выскальзывают из рук копов и пытаются сбежать в воду вместе с досками. Раздеться и плыть следом. Выстрелить в воздух. Парни, научите кататься. Господи. Так, это что такое? Подозрительный индивидуум. Две девушки возвращались из клуба и увидели на улицу мужскую фигуру в подворотне. Мы сразу же убежали, но вдруг он подкараулил кого-то еще. Что-то мне кажется, это фигня. Ну ладно. Тишина такая. Реально, затиши перед бурей. У меня плохое предчувствие. На 80-х вот день, я надеюсь, что-нибудь случится. Так, в спортзале раздались выстрелы. Один из учителей упал на пол с дыркой в животе. Началась паника на выходе из спортзала давка. Никто не знает, кто стрелял, а что вообще происходит. В истерике сообщила школьница-очевидец. В подворотне стоял манекен, выброшен из магазина одежды. Серьезно? Так, ждем сват. О, как они быстро возвращаются теперь. Смотри, да? Смотри, какие быстрые. А что это они так быстро это делают? Так домой, что ли, хотят? Или еще хотят отгероичиться? Так, ну давай. Робинс, Барселона, Готье. Хрен попадешь теперь в вас, господи. Фоксман. Ну давай. Обеквартирный дом. Так, Кинни Андерсон. Кинни. Сообщила об убийстве. На улице стоял курящий пожилой мужчина, к которому подошли два молодых человека и попросили сигарету. Мужчина ответил, что не курит. И тут же развязалась драка. Старик сразу успешно сумел отбиться от нападавших, но один из них достал нож и воткнул его мужчине в грудь. Парни тут же скрылись за зеленой дверью неподалеку, а к пострадавшему подбежал рыжий продавец хот-догов и пытался ему помочь, но кажется, уже было поздно. Так, Питя, белый тролль, давай Ришинга и Гримс. Гримс и Ришинга у нас, кстати, свободны. Преступление было поблизости участка. А, да? Я не обратила внимания. Вторая лычечка нужна Робинсу. Ага. В губы закатывающая машинка нужна Робинсу. На месте преступления собралось несколько зевак. Мужчина в белой одежде, склонился на тело, но что-то пытается с ним сделать. Кто-нибудь видел нападавших? Подбежала молодая женщина и сказала, что нападавшие уже убежали. Одного из них она узнала. Это ее сосед из 207-й квартиры. Они в какую там дверь забежали? Мы по пожарке пойдем, короче. Все стены коридора второго этажа. Она разрисована странными символами. Больше всего рисунков, кажется, возле 205-й квартиры. Выходите с поднятыми ровками, мать ваша. Еще я буду бегать тут по квартирам. Я уже набегалась в Сайлент-Хиле. В четвертом. Тишина что-то такая. Блин, что это должно произойти? Потому что иначе как-то все странно. Все, молодцы. Завершаем день. Так, кто на завтра пойдет работать? Персию становится мужчиной. Вы видите это, да? Он растет. В моих глазах. Бизли, давай ты тоже поработаешь. Суп. Мактай же, блин. Не знаю, зачем завтра. У нас детективных дел нет. До свидания. Продолжение следует...